Так, вот, друзья, вермикулит. Сейчас я его распечатаю. Тут что-то написано, может быть, номер партии какой-то. Вау, Бериса. Я думала, он тяжелый, он такой легкий-легкий. Сейчас я его открою и пойдем посмотрим, что у меня там с цветами. Надо мне его добавить. Это я тоже посмотрела. У садоводов, цветочников. Как они его добавляют, чтобы корни не пересыхали у цветов. Я его вот так вот в пакетик поставила. Коля мне его придется, но я сейчас в пакетик его. Так. Не надо. Нет, я, наверное, в почве-то его, может, и наблюдала, какой он есть. Так. Там дичонка, где-то он такой, тоже по кругам. Липнет. А вон он, а вон он какой оказывается. Так, вот ты какой, да. Ага, как будто бы липнет. Идем насыпать сейчас его по чуть-чуть. Сейчас возьму такую ложечку. Буду насыпать в цветы, в петуни. Так, ну что, взяла вот такую ложку. Побусеныша теперь сюда не пускаем. Так, аккуратненько открываем. И это у меня астры. Значит, будет сейчас проветриваться пока. Это астры. Это я убираю пока сюда. Вот, видите, земля-то влажная. И чтобы не было, ну и чтобы влажная совсем не была, не было сыра ей, да. И чтобы корни не пересыхали, слегка добавлю. Конечно, это бы надо было сделать пораньше, но я смотрела, что ничего страшного, если это будет добавлено потом. Вот, видите, будет как бы и влагу удерживать, и не совсем будет почва сырая. Вот так вот. Это мой такой первый, такой опыт выращивания цветов. Немного я посыплю, много не буду. Как видите, астры у меня уже взошли. Очень быстро, правда? Очень быстренько. Ну, вот так вот я сделаю. Много не надо. Я лучше потом добавлю. Вот, видите, у меня еще пока даже края такие еще. Пусть подсохнет сейчас. Сейчас все буду проветривать, все цветы. Ну, грязь, конечно, куда денешься. Но то ты и выращиваешь, вон, видите. Так, теперь убираем в стороночку. Думаю, просто заодно с вами хоть поболтать. Я ж вас не учу этого делать. Вы же все это умеете. А я нет. А я не умею. Вот питунья. Вот питунья. Надо посмотреть по видео, когда я их делала. Вот, посмотрите, там даже капельки на них. И вот сюда вниз. А, вот видите, что делается? Вот торф сам сырой, например, да? А внизу, вот здесь уже земля сухая. Все. Это я сейчас вермикулит... Ну, не земля, а плошечка уже сухая. Сейчас вермикулита засыплю и пролью. Вот так вот. Вот так вот я видела, как эта девчонка делала. Она, конечно, делала это профессионально все. Ну, это же, как говорится, не мы первооткрыватели. Вот так сделаю. Вот так. Вообще советуют даже и цветы вермикулите. Храните гладиолусы, луковицы вермикулите зимой. И, в общем, еще какие-то там луковицы от каких-то растений. Что такая штука хорошая. А я, видите, я и знать-то не знала, что такое вообще существует. Вот сейчас станут они немножечко побольше. И можно их будет уже пересаживать. Мне, конечно, пишут, Ира, куда столько? Куда столько? Ну, такую Иру накупила. Столько, так что делать? Надо уж. Так. У меня, видите, тут целый подоконник. Бусюнуша сюда вход закрыт. Все. Она тут, конечно, пытается мне свои права качать. Но у нее это не очень получается. Так. Вот так сделаю. Тоже бы надо пока проветрить. Видите, они вот сверху даже запутевшие такие. Я боюсь. Один раз вот так вот сняла вместе с росточком. Вот. Вот посмотрите, да, как быстро они там внизу сохнут. Еще бумажечка у меня вложена. Думаю, нафиг надо? Зачем я ее вложила вообще? Для чего? Цветы и цветы. Я вот думаю, может их убрать. Ну, она фиксирует у меня, конечно, маленько. Сейчас тоже сюда засыплю вермикулит. Такое слово выучила, да? Друзья, слово выучила вермикулит. Как оно мне нравится. Вот так вот засыпаю. Я что-то немного простыла. Нос заложен был. Как это вся какая-то расклеенная. Болеть ненавижу. Вот это состояние просто ненавижу, когда нос не дышит. Даже Катя не пошла на маникюр, договаривались. Ногти страшные стали. Все. Коль взялась за ногтями, следить уже обратного ходу нет. Либо их уже под корень опять обрезать. Да, на лето. Либо... Ну, я их покороче, конечно, сделаю. Либо совсем, как говорится, избавляться от этого всего. Ну, вот от этого всего, короче, то, что делается. Они у меня уже отросли. И руки сохнут. Ой. Я говорю, Катя, я говорю, мне просто реально не прийти. Реально. Ненавижу это слово. Сама говорю. Вот так вот. Говорю, мне не прийти, доча. Вот они в воскресенье поедут с папой Колей покупать тимульки. Вот велосипед, я вам говорила. Друзья, извините, сейчас как раз вот вспомнила, думаю, не забыть бы мне сказать. В начале ролика не сказала. Хочу сказать огромное спасибо Елене за денежный перевод. Вот, очень даже приятно. Спасибо огромное. Спасибо Елена, пусть он вернется в тысячу раз больше. Вот, может быть, это дзен. Может, не знаю, на какой канал, на YouTube или дзен. Ну, вот, пришел переводик. Так. Вот поедут, купят, значит, они этот велосипед тимульки, велосипед, коляска. А то Катя иной раз пойдет с ним гулять. Она прямо вот замучается. Все ведь надо. У нее же нет теперь колясочки-то. А тут как? Будет как на велосипеде. Все попроще. Так, друзья, смотрите, я сейчас еще вам покажу остальные. Ой, я вам сейчас еще покажу. Тазик-то мой, тазик-то. Тазик-то мой, смотрите. Тазик-то мой с острыми. Как и открытый. Так, чтобы не порвать, да, в принципе, чего не порвать, можно новую родить. Вот, а здесь пока не особо зашли, видите. Вот. И тоже земля-то, видите, сыроватая. Вот такие вот получаются. Ну, я считаю, нормально. Лишь бы они дальше бы росли. Вот чего. Так, еще покажу сейчас астры. Сразу же. А потом уже. Вот еще. Так, а еще теперь покажу петунии. Вот. Это вот кому интересно, друзья, да, как они у меня получаются. Вот здесь еще вот эти вот две не вышли. Не знаю, выйдут или нет. Я же не представляю, что может выйти из одного вот этого семечка. Там может будет, ух, куст какой. Видите, все пересохло. Сейчас я сюда водички добавлю, пока торф-то еще сырой, а вот дно уже сухое. Так что сейчас я все это дело сделаю. Все это я сейчас сделаю. Это у меня что? А, так это все астры. Это все астры. А, что у меня вот здесь вот... А, это семечка. Я думала, почернела, что ли. То есть у меня астрочки. И еще я смотрела, что астры надо сажать вот такими вот кустиками. Они будут лучше держаться. И вот мне из подписчиков тоже посоветовали, что их надо как бы кучками потом сажать. И они будут очень красиво смотреться. Не по одной. А вы посмотрите, что у нас делается-то. Ну? Так я когда цветы-то сажать буду? В июле? Как раз снег сойдет. Вы посмотрите, все. Все опять замело вообще доверху. Это чего творится-то вообще? Где же у нас весна-то, а? Ну, весна стороной прошла. Вот так вот. Коля утром вышел, говорит, вообще метель. Ну, что творится? Конечно. Так что цветы я как раз посадила вовремя. Так вот. Так, сейчас, друзья, вот с этими делами всеми я разделаюсь. Пойдем кофе пить. В общем, вот эти вот плошечки, которые у меня с астрами, я их прыскать водой не буду, потому что земля и так влажная. Пусть фермикулит впитает в себя и будет держать влагу. А вот эти, конечно же, мне надо попрыскать, потому что, видите, уже земля-то пересыхает, у них тофта. Ну, так вот слегка попрыскаю. Я все равно смотрю каждый день. Взять, что получится, то получится. Господи. Первый опыт тоже опыт. Так что, вот видите, вот так вот я увлажню. Так-то поливать не стала. Но видите, какие тоже нежненькие. Тоже те еще нежнятины. Вот это не буду. Это астры. В них влаги достаточно. Вот так вот. Посмотрю, вечером, что будет. Он, наверное, разбухнет сильно. Представьте, как сильно он не может как разбухать. Так вот будет. Беды липак. Конечно, мне хочется насадить цветов. Насажать, насажать, насажать цветов. Очень хочется. Ну, и не только цветов, понятное дело, чего. Резвенький у меня, говорит, обязательно надо. Говорит, обязательно надо. Лучок. Чесночок уже есть. Так, потом, что еще там у нас надо-то? Лучок. Петрушечку. Лобчик. К шашлычкам-то, да? Такие уже, да? Уже люди работать. На даче едут. Аира, лучок к шашлычкам. Собирается садить. Сажать. Так, слушайте, у меня, наверное, вот эта шапка уже плохая. Ну, ее нафиг. На, наверное, мне другую шапку. Сейчас вот эти-то я накрою. Вот. Вот эти-то я накрою. А вот сюда-то на другую. Грязища. Детишки на жизнь. Вот эти вот две шапочки я уберу. Вот. И все остальное укрою шапочками. Все. Сейчас укрою. Все. Накрыла. Пусть отдыхают. Вечером хочу посмотреть, где насыпан вермикулит будет. Хочу посмотреть, что-то на бог он или как. Вот. Я думаю, света им должно хватать. Все равно световой день-то у нас уже... Вчера, представляете, девять часов. А еще такие легкие сумерки. Скоро уж белые ночи должны начаться, а у нас снега. О, Господи. Ужас какой. Здравствуйте, друзья. Вы на канале Уютное Чаепитие. С вами я, Ирина Резвия. В теплых тапках, потому что пол холодный. На улице вообще дубак. Я камин затопила, хотя, конечно, батареи греют, но все равно... Ой, вы знаете, вот я разговариваю. Такое чувство, что у меня как будто эхо какое-то... Как будто бы я себя слышу со стороны. Ну вот, опять простыла. Ой, ладно. В общем-то, не об этом. Я о зиме, которая вообще не собирается вообще сваливать. Я уже на нее такая злая. Что я хочу сделать? Я хочу сейчас приготовить форму. Приготовить форму. Мне сегодня надо печь бисквит. Я потому что приболела и не пекла. Вот. Хочу я выпить еще кофейку. Так. Мне надо форму сделать. А, ну вот, 22 сантиметра я сейчас ее сделаю. Бисквитики. Давно не пекла. Надо сделать, знаете, такой пробный бисквит. Крем. Сделать. Так, все будем. Сейчас. Закреплю. Ой. Сразу хочу просто приготовить все вот эти дела, чтобы мне не думалось. Он у меня будет готовый стоять. Так, так, так. Что-то у меня стал, знаете, как будто бы разъезжаться какой-то стал. Полежал. Вот, наверное, не там, где надо, блин. Что вот разъезжается. А я его сейчас закреплю. Ну, у меня есть здесь скрепочки, приготовленные. Буду еще тут... Пусть он вот так вот постоит. Как-то ведь можно его скрепить. Вроде у меня раньше фиксировалось, а сейчас нет. Сейчас почему-то не фиксируется вот этой штукой. Она расслабла у меня. Она у меня расслабла. Ничего, я сейчас тут скрепочком... Это еще одна была. Или хватит мне одной скрепочкой. Будет она мешать, не будет. Выточки она мне мешать. Вот так вот. Видите, как-то у меня кривой получился. Какой-то кривой. Сжать надо вот эту штуковину. Посильнее. Наверное. Пассатижи, что ли, принести мне, сжать ее. Вот эта вот. Нет, ни та, ни другая. Сейчас принесу пассатижи. Уже покрепче. Будет она разъезжаться или нет? Да пуфик. Так. Сделала. Чистить салфеточку. Еще оботру. Черт вообще в нос говорила. Думаю, что я тут выйду гундосить. Вот так вот сразу. Сейчас просохнет. И я сделаю фольгу. Дно из фольги. У меня уже яйцо вынуто из холодильника. Чтоб было не холодное. Хотя, конечно, я и холодные яйца делаю. А, скрепила, да? Какая? Скрепила, Ира. Нет, вроде ничего. Нормально. Может быть, тогда убрать теперь эту скрепку-то? Чтобы она мне не мешала. Ну да. Все. Пусть постоит. Пусть постоит. Так. Я еще не начала печь. Мне уже, кажется, пахнет ванилином так вкусно. Так, а где-то у меня была кружка-то под кофе. Кофе, кофе хочу. Я чашечку возьму свою. Так, а где у меня любимое блюдце? Я Колю все ругала. Вечно мои блюдца забирал. Потом отмываю их. А где у меня блюдце красивое, сиреневое? Ох, если они его разбили, это будет все. Трындец. Прикиньте, нету блюдца моего красивого. Это все. Я сейчас буду думать об этом. Где мое блюдце? Я сейчас буду об этом думать. Короче, нет блюдца. Пропала. Коля позвонила. Я говорю, Коль, где мое сиреневое блюдце? Говорит, не знаю. Ты сказал его не трогать? Я, говорит, его не трогаю. Кирюшку спросила. Он сегодня не в школе. Сегодня выходной. Я говорю, Кирилл блюдца не видел? Нет. А он вообще не берет блюдец. Блин, все. Вообще расстроилась. И оберегла, как зенит сока. Я уже посмотрела в морозилке. Думаю, может быть, Коля сало порезал и в морозилке лежит блюдечко с салом. Он так делает. Прикиньте, вот так вот настроение. Бабах уже из-за какого-то блюдца. Я где сейчас возьму его? Вот где? Сейчас таких чашек-то нигде нет. Детишки на жизнь, а? Вот видите, друзья, вы посмотрите, а? Ну, на разу настроение испортилось. Я даже под шкафами заглянула. Думаю, вдруг все-таки покормили из моего блюдечка. И бусинка его куда-нибудь загнала. Вот так вот бывает. Сейчас надо мне успокоиться. Может быть, для вас это покажется смешным. Мне нифига не смешно. Где моё блюдечко? Я его так любила. Я надеюсь, что я его найду. Меня резво, если бы разбил, он бы сказал. Он, конечно, знает, что тут сразу бы развод. Вот все прощу. Говорю, все. Только не трогайте мои вот эти вот чайные пары. Одна есть у меня такая. Симпатичная. Я, конечно, пью в основном из таких чашек чай. Кофе я из таких не пью. У меня вот такая есть. Вот. Тоже вот такая чашечка. Фарфор. Вот я купила в магазине, в комиссионке вроде, где люди сдают. Вот я все прям, у меня аж трясло, когда я увидела ее. И почему-то надо обязательно кормить кошку именно из этих вот, из этой посуды. Но есть специальные клошечки. Что есть? Нет, постоянно под руку попадаются мои блюдца. Тебе, я говорю, что жалко, что ли? Я говорю, конечно, жалко. Ее, короче, мне жалко. Зачем я захотела выпить кофе из этой чашки? Обычно я пью кофе из таких вот. Ну, такие кружечки хорошие. Мне нравятся формы у них. Я тоже не из всех. Ведь еще ведь тоже буду пить. Такая тоже модная, блин. Вот из таких вот пью. Мне нравится. Особенно есть такая вот. Есть чашечки. Тут поверхность такая не лакированная. А есть другие чашечки. Ну, кружечки такие же. Вот это тоже как будто бы вот такая. А есть прямо гладкая, красивая, блестящая. У меня вот такие вот, вот такие вот были. Вот мне раньше, мне нравились. Сейчас не знаю, там еще есть сервантиль или нет. Это я, у меня воск в ней был. Вот такие вот Коля мне купил. Нет, принес им тогда на работе, выдавали вот такие чашечки. Хорошо, что я узнала про это блюдце, что я его не найду еще до цветов. У меня бы вообще настроения бы не было бы. Не, ну, конечно, это ерунда, все правильно. Но сейчас вот этот осадок будет у меня не один день. Тем более никто не говорит, что оно разбилось. Может где-то есть еще? Ну где? А уж все, по шкафам все оползала, где можно. И еще по шкафам ползаю, смотрю, вытяжка опять грязная. На, вытяжку почистить. Думала, сейчас такая бутербродик себе сделаю. Все, не хочу, настроения нету. Вроде бы такая ерунда. А когда вот любимая чашка или любимая посуда бьется или пропадает. Тут еще написано 8 марта, вот на этой чашечке написано. А есть без надписи. Мне вот нравится эта посуда. Сейчас даже по золоту она не такая. А я когда ходила по счетчикам, к одной женщине зашла, у нее такие чашки красивые. Я говорю, это, наверное, у вас еще с тех времен с СССР остались. Она говорит, нет. Говорит, в Питере до сих пор, говорит, этот завод работает. Вот сейчас уже не знаю, друзья. Кто знает, напишите. Я знаю, что есть подписчик из Питера. Там вот делают до сих пор, говорят, вот такие чашки. Они, конечно, дорогие, но именно вот с такой же позолотой. Форма красивая. Здесь видите, какое золото сусальное. Оно как настоящее. А сейчас делают золото не такое. Оно покрывает. Оно как будто бы, не знаю, какой-то краска какая-то. Золотая краска. Это вот именно сусальное золото. Очень красивое. Вы представляете, один раз даже я в посудомойку положила это блюдце. И с ним ничего не сделала. С него это золото. Его, конечно, нельзя в посудомойку. Не знаю, как я так его положила. Блин. Как так-то? Представляете, вообще не ожидала, что вот такой будет у меня. Вот такой вот у меня. Ладно. Сейчас я успокоюсь. Надо успокоиться. Мне надо вон тортом заниматься. Лучше бы они мне сказали, что оно разбилось. Я бы и не думала бы. Я же бы не сама разбила и забыла, да? Разве ты забудешь? Вроде такая ерунда. Ладно, всё. Надо взять себя в руки. Сейчас тут посуду разберу. Хочу тогда готовить. Не знаю, что варить сегодня. Не знаю, что варить. Кирюхе сварил. Есть сосиски, есть греча. Греча наварил. А нам с Колей картошки. Банку консервов он свою откроет. Камбалы или навагу. Работаю сейчас в субботу. Приказ работать в субботу. Потому что скоро все пароходы выпускать надо будет. И так-то мы как бы зимой всё равно работали. Да, сейчас вот приказом... Ну, выходные-то будут, конечно, майские. Говорю, как будто эхо у меня. Выходные-то, конечно, будут майские, да? Блин. Ничего, друзья, я обещаю в следующем видео быть уже в настроении. Может быть, ещё найду это блюдечко. Хотя его где, я его найду уже. Я ещё лук не куплен. Надо ещё лук всего купить. Я вчера разговаривала по телефону со своей коллегой, бывшей по работе. Вот она говорит, что можно любой брать на перо. У меня нет, может быть, оно и нарастёт лука, да? Ну, я, говорит, всё время беру, говорит, любой сивок. Тоже куплю, посажу. Ну, я куплю разного по чуть-чуть. Сиреневый куплю. Я как-то сиреневый покупала. Ничего, рос. Ещё на той даче пихнули, он рос. Если бы ухаживать, так вообще была бы красота. А что я тут не ездила? Ну, вот Коля, говорит, хорошая земля там, где у Влада была теплица. Вот там, говорит, грядку. И за теплицей, говорит, у них было картофельное поле. Небольшое там, господи, может, там соточка всего. Как поле, да? У них участок-то наш этот маленький. Сам по себе. Вот. Сколько у меня? Подождите, а сколько у меня участок-то хоть этот? Тут девять соток. И этот, наверное, семь, что ли, соток. Кажется, такой маленький из-за деревьев, что ли. Он такой маленький. У меня, когда свекровь взяла вот дачу, шесть соток. Мне казался, такой участок большой. Мне еще так домик поставили. Потом там забор, еще кусты вмещались. За домом так сделано было. Ой, знаете, что хочу еще спросить? У нас вот где погреб, вот с этим, с опилком-то. Там же полно этого опилка. Ему уже очень много лет. Это той старой дачи было, наверное, лет, короче, много. И сейчас скажу, сколько. Лет, наверное, восемь, девять, как-то так. У нас даже где-то есть, когда мы купили эту дачу старую. Вот, про опилок-то. Сколько лет лежал в этом погребе? Еще, наверное, до нас сколько он лежал. Потому что там уже хозяин дачи-то болел. Вот я хочу опилком. Я помню, что тетя Ира в Пенниге, она опилком посыпала все, все кусты, где валина. Там у нее земли не было, все было вот в опилках. И смородина. Миша сказал, что опилок свежий, он вреден. Но этот опилок, он уже давнишний. Он цвет-то, конечно, такой нормальный. Не черный, не перегнивший, а хороший опилок. Мы же доставали его оттуда, смотрели. Вот, и что если посыпать, да? И цыплют же, наверное, земля там не кислая. Это земля хорошая. Вот, чтобы и сорняков там не росло. Я помню, что у тети Иры все было в опилках. Все время так было чистенько около малины ходить. Между грядок же его сыплют. Это, конечно, ногами носить, но там мы же не будем, это сама в обуви в даче-то самой ходить. Разделся и все. Ладно, снег сойдет, видно будет, когда еще он сойдет, этот снег. Выпила кофе. Без настроения совершенно. Без настроения. Понеси лешие. А куда я делаю это блюдце? Или куда его кто делал? Ладно, друзья. Буду печь бисквит, подключусь.